Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 32 года, в разводе есть сын. Ему 6,5 лет, у меня с ним не складываются отношения, от слова совсем он меня не слышит. Я его прошу по сотне раз что-то сделать, пока не заорую, не сделаю. Еще и такой момент, мне неприятно, когда он до меня дотрагивается, я очень устаю, проведя время с ним. К слову сказать, у него СВГ с элементами гиперактивности практически всегда, я с ним провожу время, но мне не хочется никогда читать и что-либо делать. Если что-то делаю, то я с большим усилием. Еще я заметил, что не принимая его медлительность, витания в облаках, меня это дико раздражает. Что с этим делать? Это послеродовая депрессия или отсутствие любви? Как наладить сейчас отношения? Это возможно? Спрашивает Катя. Ну, у вас ситуация, скажем так, несколькосторонняя, да? Вот, с одной стороны, значит, у ребенка есть определенные проблемы и, скажем так, к нему нужен особенный подход, с одной стороны. С другой стороны, у вас есть, ну, скажем так, свои собственные особенности, свои собственные, ну, вот, грубо говоря, да, эмоциональные переживания. На что здесь хочется обратить внимание? Ну, в первую очередь, пожалуй, речь идет о том, что на вас довольно сильно, на мой взгляд, влияет развод. То есть вы ее переносите, как бы, на ребенка своего отношения к отцу, к его отцу, к мужу, к бывшему мужу. Если вы имели возможность отреагировать, если вы имели возможность прожить прагму, которая вызвана разводом, вот, то тут уже можно говорить, конечно, об неком таком, вероятно, специфическом отношении к ребенку. 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 Но, пока у нас этой информации нет, что вы прожили травму развода, я думаю, что можно вопрос ставить так, что вы переносите свое отношение на ребенка, к мужу. Проявляется это, в частности, вот, в том, что вам неприятно, когда он до вас допрагивается. Вместе с тем, вместе с тем, я думаю, что ситуация в какой-то степени осложняется неким противоречием, которое несложно наблюдать. У вас, которое можно наблюдать у вас, это противоречие заключается в том, что вы говорите, что вам не хочется проводить с ним время, но в то же время вы с ним время проводите. То есть, здесь есть определенный внутренний конфликт. И этот конфликт, ну, ваш внутренний конфликт, так или иначе, будет вам мешать. Потому что вы не можете до конца получается сделать свой выбор. Вроде бы вы не хотите проводить время с ребенком, то в то же время вы проводите с ним почти все время. и это, конечно, очень и очень больно по вам бьет. В любом случае. Соответственно, здесь вопрос личных границ, которые необходимо расставить между вами и ребенком. Чтобы не было таких сложностей, чтобы не было таких проблем. лучше, если вы не будете проводить время с ребенком, но будете искренне в своем нежелании это делать. Чем вы будете проводить время, но не будете искренне в этом своем действии проводить с ним время. Никому не будет хорошо, если вы будете рад себе и ему. ну вот это ключевой момент. По поводу депрессии вам я не подскажу, потому что это вопрос больше относящийся к психиатрии, на мой взгляд. нежели чем нежели чем нежели чем психологии. Вот, поэтому мне бы не хотелось, честно говоря, на эту тему как-то говорить. именно в силу того, что здесь довольно легко ошибиться. Вот. Можно вас, конечно, понять, что вам тяжело, вероятно, вы чувствуете себя одной, вы чувствуете себя очень одинокой и вероятно, вне всякого сомнения, на вас это влияет. И влияет достаточно сильно. Вот. Поэтому, конечно, я думаю, что вам необходимо поработать само собой, разобраться в себе в своих чувствах, выставить границу со своим ребенком для того, чтобы лучше с ним взаимодействовать. Вот. Ну, что касается того, что он вас не слушает, и что касается того, что он как-то вот не делает того, что вы хотите, вот, то здесь, я думаю, ситуация конечно неприятная, что он не делает, то, что вы хотите. Но, с другой стороны, очень, если не сказать много чего, зависит от вас. То есть, можно сказать, что если вы используете крик, если вы используете ор, то с большей, я бы сказал, долей вероятности ребенок будет ну, как бы доводить до этого. что он будет доводить до того, что вы вот на него кричали. Потому что, если вы, например, чувствуете себя виноватой перед ним, а у меня есть такое ощущение, что вы чувствуете себя виноватой перед ним, вот, то ребенок вам это чувствовать так или иначе возвращает. Будет возвращать. Я хотел бы повториться и сказать, что с ребенком сложно взаимодействовать, если между родителями есть проблемы. То есть, это практически, вот, ну, это практически невозможно. Практически невозможно взаимодействовать с ребенком тогда, когда у меня есть трудности, ну, с его отцом, например. Если я обижен на него и так далее. вот. А тут еще получается такая достаточно неприятная история, связанная с тем, что вы как бы должны ему. то есть, вы чувствуете себя к нему привязанным. И это только усугубляет, как мне кажется ситуацию, вот, делает ее тяжелой для вас. Поэтому можно, можно, безусловно, можно, скажем, так, ну, восстановить общение, вот, можно. Но вопрос заключается на мой взгляд, в том, для чего. То есть, зачем вам условно говоря, эти отношения восстанавливать. Я не в том плане, что этого не надо делать. Я скорее больше здесь в том плане говорю, чтобы вы для себя постарались определить вектор своей мотивации. Если вы будете восстанавливать отношения с ним, то нужно понимать, зачем вы это делаете. С какой целью вы это делаете. А, значит, что касается раздражения, то, безусловно, безусловно, здесь мы говорим о злости. Безусловно, здесь мы говорим об агрессии вашей, злости и вашей агрессии. И важно правильно ее выражать. Если вы себе это подавляете, а вы это подавляете, судя по вашему описанию. в смысле того, что у вас скажем так чувствуется некоторая вынужденность относительно того, что вы должны общаться с своим ребенком, вы должны проводить время. чувствуется, что вы должны чувствовать, что вы привязаны, что ли, к нему. Вот. вы не чувствуете себя свободно. И это является одним из таких, на мой взгляд, довольно ключевых, я бы сказал, моментов ключевых, я бы сказал. в фактах. Вот. И, конечно же, все это достаточно сильно влияет на ваше поведение. Поэтому, в первую очередь, необходимо прожить травму развода, которая у вас имеет место быть это первый и ключевой момент. Второй момент разобраться в себе и в своих скажем так приоритетах. Вот. Чего я хочу, что для меня важно, на что я на нацеленных, и так далее. И больше уже на то, что я могу дать своему ребенку. И могу ли я ему вообще что-то дать. То есть, ну вот, есть ли у меня ресурс для того, чтобы что-то ему давать. Вот. и там уже смотреть, как дальше вот события будут развиваться. И я думаю, я думаю, что примерно такой ответ вам сейчас можно дать. Вот. Вы не принимаете его медлительность и витания в облаках, потому что, вероятно, значит, ну как бы это дает вам возможность почувствовать некоторый, скажем так, свой конфликт. Вот. То есть, вот, ну в этом вы чувствуете возможно, возможно, да, возможно. я не стал бы говорить как-то вот наверняка, но в этом вы чувствуете свою собственную какую-то боль, в этом вы чувствуете свою какую-то зависимость, вот. В этом вы чувствуете свой какой-то конфликт. И, значит, ничего удивительного в том, что вам это, ну как бы вот тяжело, да, ничего удивительного в том, что вам это трудно, нет. другое дело, другое дело, другое дело, что можно и нужно признавать, признавать, признавать свои слабости, признавать свою, ну, скажем, скажем так, вот, какую-то неидеальность и двигаться дальше. Вы не обязаны любить своего ребенка, но мы сейчас относимся к ним вот так, как вы можете. а вот как вы можете предстоит выяснить с помощью психолога. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. и удачи. И удачи.